Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture, это Кира Юхтенко, и у нас с вами книжная рубрика. И сегодня мы с вами поговорим об очень интересной книге, о которой наверняка многие уже слышали. Это книга Дэниела Гоулмана, которая называется «Эмоциональный интеллект». И говорить мы сегодня больше будем про эмоциональный интеллект, а не про книгу, но тем не менее в конце, как всегда по традиции, мы с вами ее обязательно разыграем, так что смотрите до конца. Итак, что вообще это за зверь такой, эмоциональный интеллект? Сегодня это один из востребованных навыков во всех высокооплачиваемых вакансиях. Зачастую он важнее hard skills, и работодатели готовы за него доплачивать. Ну, давайте разберемся, почему все о нем говорят и как развить эмоциональный интеллект у себя. Начнем с определения. Эмоциональный интеллект – это способность распознавать намерения, мотивацию, желания и другие эмоции у себя и у окружающих. Этот навык помогает нам договариваться с другими людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации, которые с нами происходят. Пользуя эмоционального интеллекта, подтверждают многочисленные исследования. Ну, вот, например, есть такие данные – люди, у которых он развит, успешнее и эффективнее в работе. Технологический институт Карнеги заявил, 85% нашего финансового успеха связаны именно с эмоциональным интеллектом, с лидерством и умением общаться. И только 15% на самом деле зависит от знаний. Ну, конечно, эти исследования критикуют, но, тем не менее, сегодня навыку эмоционального интеллекта придают действительно большое значение и зачастую его ставят выше, чем IQ. Вообще, само понятие эмоционального интеллекта ввели в оборот американские психологи Питер Саловей и Джон Майер в 1990 году. Но исследования на эту тему появились, на самом деле, намного раньше. Важность эмоциональных процессов обсуждали, на самом деле, еще в античности. Ну, вот, например, об этом говорил Платон, а средневековые исхоласты писали о связи мыслей и чувств. В эпоху просвещения эта тема интересовала великих Декарта, Юма, Спинозу и других мыслителей. Об эмоциональном интеллекте писал и Чарльз Дарвин. Он предположил, что именно этот навык помог человеку выжить в доисторические времена. Это произошло благодаря тому, что члены племени находили общий язык между собой. Ну, а Зигмунд Фрейд исследовал проблемы контроля над эмоциями, и он был уверен, что первые законы и нормы этики, например, свод законов Хамурали в XVIII веке до н.э., ничто иное, как попытка сделать проявление эмоций цивилизованными. То есть эмоциональный интеллект крайне важен в истории человечества, хотя термин вошел в широкий оборот не так давно. Но многие думают, что эмоциональный интеллект открыл Дэниел Голдман, научный журналист, который написал в 1995 году одноименную книгу. На самом деле он, конечно, лишь обобщил исследования, которые были. И после него тоже были публикации, тесты, типологии, исследования. Ну и в итоге термин эмоциональный интеллект становился все более и более популярным. Но почему же эмоциональный интеллект настолько важен? Считается, что он помогает очень во многих вещах. Ну, например, помогает эффективнее справляться с давлением и стрессом от работы, но и также управлять собой и другими тоже управлять во время беседы и переговоров, добиваться от людей того, что нужно нам. Также эмоциональный интеллект незаменим для того, чтобы заслужить уважение, мотивировать, вдохновлять команду, успешно разрешать конфликты. Это все про эмоциональный интеллект. Часто его противопоставляют IQ. Но на самом деле это не совсем правильно. Оба эти интеллекта напрямую зависят друг от друга. Например, высокий IQ вряд ли сможет развиваться у человека с низким уровнем эмоционального интеллекта IQ. Из чего эмоциональный интеллект состоит? Разные исследователи говорят о разных типах эмоций. Но раз уж у меня сегодня на столе книга Гоудмана, то давайте посмотрим все-таки на его систему. Первый компонент эмоционального интеллекта – это самопознание, то есть способность идентифицировать свои эмоции, себя мотивировать, определять свои цели и жизненные ценности. Дальше второй компонент – саморегуляция, то есть умение контролировать свои эмоции и сдерживать порывы. Потом идет мотивация, навык стремиться к достижению цели. Им также очень важна эмпатия, то есть способность, учитывая чувства других людей, им сопереживать. Ну и наконец в эмоциональный интеллект входят социальные навыки, которые нужны нам, чтобы выстраивать отношения с людьми, влиять на их решения, подталкивать их в том направлении, которое нам нравится. А можно ли эмоциональный интеллект как-то измерить? Сделать это действительно можно при помощи тестов или даже нескольких, на самом деле, простых вопросов. Давайте вот попробуем. На каждый вопрос нужно ответить «да» или «нет» и договоримся, что отвечаем мы с вами честно и подсчитываем, сколько раз вы сказали «да». Итак, вопросы. Часто ли вы обижаетесь на других, не справляетесь со стрессом, безрезультатно критикуете и спорите, не понимаете, что сами чувствуете, видите, что люди вас неправильно понимают и плохо адаптируетесь к нововведениям. Результаты. Все просто. Если вы много раз ответили «да», то эмоциональный интеллект не очень хорошо развит, и, возможно, над этим стоит подумать. Но хорошая новость, друзья, тут в том, что научиться можно всему чему угодно, в том числе и эмоциональный интеллект тоже можно прокачать. И как же эмоциональный интеллект развить? Самый главный принцип тут – не игнорировать эмоции, а к ним, наоборот, прислушиваться. Нужно запоминать, что и в какие моменты вы чувствуете, и это записывать. Можно завести дневник или просто делать заметки у себя в телефоне. Ну и также стоит попробовать выявить свои личные триггеры приятных и, наоборот, отрицательных эмоций. То есть понять, что чаще всего их провоцирует. Вы можете даже поставить себе будильник-напоминалку вечером, чтобы не забыть вспомнить свой день и над этим немножко поразмыслить. Проверено работает. Ну и когда вы в своих эмоциях разобрались, пришло время взять их под контроль. Например, подберите способы, которые будут веселить вас в грустные моменты или успокаивать при сильном раздражении. Антистресс игрушки, какие-то позитивные песни, расслабляющие упражнения – вот это все прекрасно подходит. Главное, чтобы это было, знаете, не сладкое. Затем, когда вы взяли эмоции под контроль, вы будете лучше разбираться в эмоциях окружающих людей и поднимете свой уровень эмпатии. И также в этом помогает наблюдение. Все просто. Отложите в сторону свой смартфон и начните присматриваться к тем, кто рядом. И очень скоро вы сможете намного глубже в эмоциях разбираться. Просто попробуйте. Это на самом деле очень такое интересное путешествие по тому, что находится совсем рядом с нами. Друзья, понятно, что эмоциональный интеллект – это тема довольно глубокая, и сейчас мы затронули только малую ее часть. Если вы хотите исследовать эту тему глубже, стоит начать со снов. И я рекомендую начать именно с книги Дэниела Голлмана «Эмоциональный интеллект». Она переведена уже на 40 языков, много раз была переиздана, и свыше 5 миллионов изданий по всему миру было издано. И главная фишка этой книги – тут очень просто дается подробный анализ проявления эмоционального интеллекта и очень много примеров. Тут каждый, мне кажется, найдет что-то похожее в своей жизни, увидит рядом. И эта книга поможет вам классифицировать свои эмоции, разобраться в них и буквально разложить по полочкам вот прямо с подписанными этикетками. Там очень хорошо описаны способы, как обуздать свои эмоции, как держать их под контролем. Ну и также есть довольно большой блок, который посвящен развитию навыков, которые без сомнения всем нам в жизни пригодятся. Ну, наверное, книгу Голлмана уже можно назвать такой классикой, основой, которую обязательно стоит изучить, если вы хотите больше знать об эмоциональном интеллекте и раскрывать его у себя и видеть эмоции в других людях. Ну и, конечно же, друзья, эту книгу я с большой радостью разыграю. Она очень приятная на ощупь, здесь около 500 страниц, и это действительно чтение, на которое время потратить не жалко, и книга будет полезна абсолютно каждому человеку, я в этом уверена. Потому что, ну, просто посмотрите вокруг, подумайте о своих чувствах, и вы поймете, что эмоционального интеллекта нам, ох, как не хватает в нашей повседневной жизни, да и работе тоже. Ну, в общем, друзья, как всегда, подписывайтесь на канал InvestFuture, ставите лайк, жмете на колокольчик и пишите абсолютно любой комментарий внизу. И ровно через неделю мы объявим имя счастливчика, который получает книгу Голлмана с моими самыми теплыми и самыми эмоциональными пожеланиями. Ну и, друзья, на прошлой неделе мы с вами разбирали книгу «Опасные игры с деривативами», которая описывает истории крупных корпораций, компаний, которые погорели на инструментах срочного рынка. Очень поучительная книга, можете посмотреть обзор, если не видели, и получает ее в подарок от InvestFuture Дмитрий Лазарев. Дмитрий, пишите, пожалуйста, нам на почту info.sobaka.investfuture.ru Книга вас уже ждет, осталось только прислать ваши реквизиты, и мы начнем готовить ее к отправке. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Пишите в комментариях, как у вас с эмоциональным интеллектом, и, собственно говоря, как вы считаете, насколько баллов из 10 он у вас прокачан. Только давайте честно, если есть какая-то проблема, лучше ее признать и начать над ней работать. Желаю в этом удачи, и на этом раскланиваюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Всем пока и до новых встреч.